Здравствуйте, уважаемые коллеги! Начинаем наш бесплатный флешмоб по онлайн-курсам пальцевой крови. Как меня слышно, как меня видно, оцените, пожалуйста, по 10-майльной системе. Приветствую, Жанна, дозор, вы из Москвы, рад вас. Есть в своем вебинаре десяточки, но отлично. Другие, наверное, участники потянутся скоро и будем работать. Слышно и видно, отлично. Самое главное это, потому что я не буду сейчас отвлекаться, включать свой мобильник для того, чтобы это все отслеживать. Но начинаем наш флешмоб. Ну, прежде всего, кто я такой, почему я смеялся заниматься онлайн-школой, инфобизнесом. Ну, зовут меня Александр Васильевич Шачнев. Работаю я по кровле, по оболочке здания, лучше всего сказать, потому что и кровли, и оболочка здания, то есть стены, они все протекают, собственно говоря, придется, приходится заниматься еще и гидроизоляцией фасадов. Вот. Но основной свой упор я хочу сделать на обучение именно фальцевой крови. Почему? Потому что я начинал как кровищик, когда я приехал в Ленинград еще. Это было еще в далеком 1977 году. Вот. И, собственно говоря, у меня не было других выборов. Ну, если вы видите, что мне предлагали, потому что при этом тогда давали жилье, вот я вписался в кровечки, потому что были плотники, сантехники и кровечки. Опыт работы у меня около 40 лет на кровле, поэтому смысл в том, чтобы мне этим заниматься, онлайн кровля, мне, конечно, хотелось бы передать свой опыт. Что-то зурчить? А зурчить – это у меня окно открытое. Это… Не обращайте внимания, просто здесь душновато. Мне пришлось сейчас открыть окно. Вот. Попробую, может быть, сейчас попробую немножко убрать. А, ну и холодильник, наверное, работает. Вот. Так что сейчас попробую немножко со звуком поработать, убавлю немного звук. Сейчас, встань, момент. Технические дела все обязательно надо исправлять. Если получится, сейчас быстро. Так. Все очень работает, к сожалению, не так быстро. А, вот микрофон у меня зашкаливает. Почему-то вот. Вот так вот. Как сейчас со звуком? Нормально? Что-то микрофон, но я все громко сделал. Теперь его останавливало заранее, не опомнили. Анна, приветствую вас. Спасибо, что пришли на вебинар. Так. А, только прибежала с охоты. Ну, вы охотница, но это хорошо. Есть рыбаки, есть охотники. Вот. Ну, коротенько заканчивая, значит, вступление в мае, кто такой, почему я это решил задумать. Значит, первое, имею большой опыт. Второе, хочется все-таки, чтобы кровли наши ремонтировали грамотные люди, кровищики, а не гастарбайтеры и, будем так говорить, самоучки. Поэтому вот основная, основная задача, это вот, поэтому заключается. Передать опыт, научить грамотно, правильно производить монтаж пальцевой крови. Вот. Ну, а если, если, там, за грибами, но за грибами это святое дело. Пока еще Сергей выпал. Анна, вы молодец. Вы прям добытчица для семьи. Молодцом. Так вот, для того, чтобы начинать свой онлайн-курс, я, конечно, долго думал, как это все упаковать. Проходил всякие бесплатные вебинары, семинары. Вот. Ну, сам интересовался. Очень много информации. Вы же знаете, что в интернете можно найти все. Поэтому пришел к выводу, что надо все-таки это поставить дело на такую серьезную основу, то есть создавать онлайн-школу. Вот. Кстати, онлайн-школы, это вообще главный тренд. В России сейчас все хотят онлайн-школу создавать. Потому что понимаешь, что многие есть специалисты там. И нет специалистов. Ну, мое мнение такое. Здесь как бы немножко шлюзы открылись, как в 90-х. И сейчас просто есть возможность. Просто сейчас в 90-е, но это, так сказать, в интернете. Мы можем так и сможем в виртуальном мире зарабатывать. Прекрасный, здорово. Вот. Это меня вдохновляет. Вот. Ну, вернемся к нашему флешмобу. Вот. Рад, что народ подтягивается уже. Три участника. Здорово. Значит, всех попрошу участников вебинара, если что-то со звуком у кого-то или что-то не слышно, вы дайте знать, потому что мне это важно по настройкам. Вот. Я, честно говоря, боялся, что вот не будет ничего не видно, не слышно, потому что в бизоне, вы сами знаете, какая проблема возникает. Поэтому будьте иностранцы, сообщайте, если что, я буду реагировать, что-то у себя здесь исправлять. Вот. Ну, еще хотел пару слов сказать, почему я еще стал этим заниматься. Вот. Где я живу, в Санкт-Петербурге? У нас тут проблема с повышками очень большая, дефицитная, высокооплачиваемая специальность. Люди... Значит, проблема какая, я объясняю. Люди хотят обучаться, люди готовы, они, я знаю, что многие готовы деньги платить, но возможность, возможности обучения практически нет, потому что есть в больших городах, в Санкт-Петербурге, Москва, Казани, многомиллионников, хорошие, там, курсы, будем так говорить, даже в колледже некоторые этим занимаются. Но вот я разговаривал с нашими полициями в Питере, вот, не все хотят этим заниматься. Почему? Ответ простой. Не выгодно, даже государственным предприятиям не выгодно, потому что, ну, все же сейчас хотят заработать на этих обучениях, поэтому не выгодно, мало очень набирается людей для обучения. Дело хлопотное, ну, вот, например, в Германии обучить кровищика нужно, это где-то 2 года, там, 3 года. Ну, это отдельный разговор, там, действительно, поставлено на мировой уровень обучения, там, конечно, профессионалы, там сохранилась школа. Так, теперь, значит, очень много я, конечно, отвлекаюсь, хочется много сказать, и не успеваю. Значит, что по моему бесплатному флешмобу? Вот, главная фишка в том, что, как зарабатывать 250 тысяч. Ну, мой флешмоб должен ответить на этот вопрос. Если я в конце вебинара спрошу у вас, как заработать 250 тысяч, если вы ответите, я буду вам очень рад. Следующий слайд. Так, сейчас он прогрузится. Значит, у меня мой онлайн-курс состоит из 4 модулей. Устройство карнизного света, вот то, что я сейчас показываю, это очень важный элемент, потому что не секрет, что кровля еще и называют пятым фасадом. Поэтому, как будет оформлено именно свесы, они, если у нас дом малоэтажный, то, естественно, эти все свесы будут видны. И, соответственно, надо уметь оформлять вариантов устройства свесы 4. Далее у нас идет... Так, второй у нас модуль, это устройство конька. Здесь тоже такой важный элемент, вот мы тоже его проходим на моем модуле. Это то, что у нас сверху коньок, это первая часть крыши. И третий модуль у нас, это рядовые картины. То есть то, что вот внизу, рядовые картины. Тоже интересный модуль, который позволяет разобраться, как соединять рядовые картины. Такие лежачие, пальцы стоячие, пальцы забираем подробно. И последний модуль, самый сложный, это обход каменной трубы. Не секрет, что все, кто делает любую кровлю, а крови у нас, в принципе, немного, на сегодняшний день выбран небольшой металлочерепица, металлопрофиль и мягкая кровля, это шинблз называемый. И у всех есть такой элемент, он называется крыльная проходка, это бывает и вентруба, и труба дымовая, если камин. Вот проблема, как обойти вот эти все примыкания на крови, чтобы они не протекали, очень сложный, самый сложный элемент. Если кровищ достигает умения обойти каминную трубу, он считается специалистом. Так, для кого у меня этот видеокурс? Ну, конечно же, для молодых, то есть для школьников, для старшеклассников, для тех молодых людей, которые, ну, представляете, человек там в 10 классе, парень молодой, симпатичный, красивый, в 11 классе, он уже, извиняюсь, женихается уже, и ему же деньги нужны. А где эти деньги взять? Ну, знаю я, что многие ходят, подрабатывают, копейки получают, раздают флайеры, листовки, рекламы, ну, это копейки. А для этих, для этого, для этой целевой аудитории у меня как раз и для них делаю всевозможные скидки, завлекаю их, пожалуйста, они могут сплаченно даже покупать этот видеокурс. Видеокурс мой два месяца, если нормально обучаться в нормальном темпе. Следующие у нас, значит, ошибки новичков. Да, вот молодые люди, которые собираются обучаться, они, я считаю, делают одну из самых главных ошибок, они учатся в интернете. Расскажу вам такой забавный случай, нанимал я как-то кроличиков, ну, работал директором фермы, хозяином фермы своей, вот, набирал кроличиков, и пришел ко мне молодой человек, ну, я его спрашиваю, вот, что вы можете делать? Он говорит, ну, вот, все могу делать. Ну, я удивился, что первый ответ, что если специалист говорит, что он все умеет делать, он настораживает, естественно. Вот, ну, в процессе, потом я стал когда-то спрашивать, сами знаете, я могу задавать скалерзные вопросы, он мне честно признался, что он видел, как работает кроличик. Вот, и вот это вот, человек считает, если он увидел, как работает кроличик, он уже обучился. Да, я согласен, на первый взгляд, ну, ничего сложного, ну, что там, отгибай кромки, делай фальсы, да, и всякая, всякая, кровля готова. На самом деле, вот, первое заблуждение, учатся в интернете новички. В интернете, как правило, 90%, может, даже больше 95% самовучки показывают, как они делают, совершенно с грубейшими ошибками, поэтому это неправильно. Самая главная ошибка новичков. Ну, и как научиться зарабатывать, а не работать, да, действительно, вот, перед вами крыша, которую мы делали в Хрощино, вот, шиферная крыша, которая была до того и после, это делали мои ученики. Мы работали, там, у меня было ученика, они практически сделали это все сами, естественно, я прокурировал это, не все время был на объекте, приезжал, вот. Они сделали после обучения моего двухмесячного, и очень довольны. вот, за эту кровлю они получили, вот она у нас была 180 квадратных метров, они заработали, мы еще делали подвесные желоба, вот здесь вот, посредств, и еще 20 тысяч, то есть 200 тысяч они заработали вдвоем за два месяца. вот, это очень много, вот, то есть, делали мы эту кровлю три недели, вот, ну, не торопились, потому что нужно было сделать качественно. Ну, обо мне я уже вначале уже рассказал пару слов, вот, здесь у меня подсказка, что, да, действительно, у меня большой, очень огромный опыт, сейчас я работаю техническим директором и сотрудничаю со многими строительными сервами, которые делают кровельную работу, делают кровельный инструмент, ну, и кровельный материал, это кровельная фальсовая кровь наша. Вот. Ну, вот, по поводу, естественно, кровельщиков как профессия, естественно, высокооплачиваемая, значит, кровельщики зарабатывают, ну, даже, можно так сказать, молодые кровельщики, где-то от 150, затем, когда они получают навык, они, ну, через год уже становятся полноценными профессионалами, они начинают зарабатывать вот до 250 тысяч. Вот. А дефицитное, да, в Санкт-Петербурге у нас сейчас не хватает 40 тысяч кровельщиков. Вот. Проблема в том, что их никто не готовит. И вторая проблема, что приходится к кровельщикам сами научаться, то есть, научно. Ну, то есть, зацикливается проблема. Вроде бы как востребованная, высокооплачиваемая, работать некому. По окончанию обучения. Ну, по окончанию обучения, вот, я, ну, какую вижу свою целевую аудиторию? Конечно, это молодые люди, которые учатся в школе. Это первая, это старшеплассники. Вторая целевая моя аудитория, это те, кто пришли с армии, поплывали разные профессии. Самое главное, для того, чтобы стать кровельщиком, надо уметь с делами, нужно, это самое главное. Если есть какая-то строительная специальность, топкарь, плотник, я не знаю, там, слесарь, спонтехник даже, пожалуйста, это родственные специальности. Родственные специальности очень быстро обучаются, предстоит на этом, в целом, два месяца. Вот, ну, и третья целевая аудитория у меня, это стартапочки, так называемые, то есть, кто хочет делать свой бизнес, проверенный нам, в этой теме. То есть, я работал директором, укрышечком, бригадиром, то есть, я прошел все ступеньки роста, поэтому наработаю, наработал в этом тоже большой опыт. Вот, это тоже можно будет передать. Вот, друзья мои, вам, как моя, так сказать, презентация, что поставьте, что не нравится, если плюсики, то нравится, если минусики, то не нравится.